Приветствую всех, должников и взыскателей, частных и государственных исполнителей, Министерство юстиции Украины, народных депутатов. Я Иван Жаботинский, частный исполнитель Исполнительного округа города Киева. 5 июня 2020 года в Верховную Раду Украины был внесен законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно принудительного исполнения судебных решений и решений других органов. Номер 3609. Этот законопроект подготовило Министерство юстиции Украины, и он был подан в парламент через кабинет министров. Отдам должное разработчикам. Они проводили консультации с основными стейкхолдерами и к многим рекомендациям прислушались. Если этот законопроект будет принят, он внесет изменения в систему принудительного исполнения, а также в некоторые исполнительные процедуры. В этом видео я расскажу об основных его положениях, а также выражу свою точку зрения касательно предлагаемых изменений. Всего я выделил 26 основных изменений. Для того, чтобы сэкономить ваше время и чтобы вам легче было ориентироваться на видео, я все эти изменения перечислил в описании к видео, а также указал время, когда я о них говорю. Итак, поехали. Постановления о привлечении к административной ответственности должны будут содержать регистрационный номер плательщика налогов, но если он не присвоен, то паспортные данные. Это правильно. Существуют требования к исполнительным документам. И если постановление о привлечении к административной ответственности это исполнительный документ, то в нем, соответственно, должны быть все необходимые реквизиты. Также добавлена оговорка, что если постановление составлено на месте правонарушения и без участия нарушителя, то эти данные могут не указываться. Это, наверное, тоже правильно. Изменятся основания для привлечения к уголовной ответственности за уклонение от уплаты алиментов. Согласно действующего законодательства, должник может быть привлечен к уголовной ответственности за уклонение от уплаты алиментов при наличии долга за 3 и более месяца. Законопроект предлагает привлекать к уголовной ответственности должников за наличие задолженности в 6 и более месяцев. К задолженности по алиментам я, конечно же, отношусь негативно, но в целом я поддерживаю эту инициативу. Иногда бывает, что задолженность возникает не вследствие уклонения от уплаты алиментов, а вследствие того, что исполнитель не направил постановление об удержании денег из заработной платы должника на предприятие. И должнику 3 месяцев бывает недостаточно, чтобы вынудить исполнителя подготовить и направить соответствующие документы. Будет урегулирован вопрос оплаты алиментов физическими лицами-предпринимателями, а также лицами, которые ведут независимую профессиональную деятельность. Сейчас эта норма выписана криво. Насколько я понимаю, у некоторых категорий должников на данный момент есть возможность уклоняться от уплаты алиментов. Соответственно, данные изменения, конечно же, необходимы. Предлагается ввести уголовную ответственность за насилие или угрозу насилия в адрес частных или государственных исполнителей, а также за порчу или уничтожение их имуществ. Сейчас такой нормы нет, думаю, она точно не помешает. Предлагается повысить штраф за неисполнение судебных решений. Напомню, что за неисполнение некоторых категорий решений должники несут уголовную ответственность. За такие преступления санкция статьи Уголовного кодекса предусматривает штраф в размере от 500 до 1000 не облагаемых минимумов доходов граждан. Если законопроект примут, то штраф станет от 3000 и до 10 тех самых минимумов. К уголовной ответственности предлагается привлекать руководителей юридических лиц, а также физических лиц предпринимателей за то, что они открывают новые счета с целью уклонения от исполнения решения. Такие случаи встречаются, и эту практику действительно нужно прекращать. Поэтому поддерживаю. Если суд принимает решение об обеспечении иска, которым останавливает исполнение решения по другому судебному делу, то предлагается в обязательном порядке применять встречное обеспечение. Проблема, когда одни суды запрещают исполнение решений других судов, существует очень давно. И вот, наконец, мы видим робкую попытку это пресечь. Как же это должно происходить, по мнению инициаторов законопроекта? Суд принимает решение, которым запрещает исполнять решения по другому делу. Вместе с этим он принимает еще одно решение, которым обязывает лицо, в интересах которого останавливается исполнение решения, перечислить на депозитный счет суда какую-то сумму, ну или каким-то другим путем гарантировать то, что остановка исполнения решения не повлечет необратимых последствий. Вроде бы звучит неплохо, но при встречном обеспечении сумма, которая должна будет давать определенные гарантии, будет определяться исключительно на усмотрение суда. Допускаю, что для того, чтобы не исполнять решение о взыскании одного миллиона, будет вноситься сумма в размере 10 тысяч. Во-вторых, даже если предположить, что сумма встречного обеспечения будет эквивалентна той, которую необходимо заплатить для исполнения решения, и эта сумма не будет перечислена на депозитный счет суда, то между наложением запрета на исполнение решения и снятием такого запрета будет проходить очень много времени. Для большинства целей, для которых на сегодняшний день накладываются запреты, этого срока вполне будет предостаточно. По моему мнению, эта поправка, по идее, не навредит, а вот принесет ли пользу? Вопрос. Гораздо эффективнее написать, что один суд не имеет права останавливать исполнение решения другого суда. Точка. Предлагается изменить порядок допуска к квалификационному экзамену лиц, которые желают стать частными исполнителями. Сейчас для того, чтобы попасть на экзамен, необходимо пройти обучение и стажировку. Законопроект предлагает вначале сдать экзамен а потом проходить обучение и стажировку. Поддерживаю. Это даст возможность запустить в профессию больше людей. Я не могу сказать, что стажировка и обучение – это пустая трата времени, но связи между ними и успешной сдачей квалификационного экзамена я не вижу. Предлагается частным исполнителям дать возможность организовывать бюро и объединение. В принципе, идея неплохая. Для оптимизации бизнес-процессов – это удобно. Если арендную плату можно платить не одному, а делить ее на троих – это хорошо. Но многие из вас, наверное, слышали о каких-то неформальных правилах, которые пытались, а может и сейчас пытаются, навязать частным исполнителям. Сейчас, согласно закону, каждый частный исполнитель – это независимая единица. И с таким правовым статусом достаточно просто освободиться от влияния третьих лиц. Если частные исполнители превратятся из независимых единиц в работников объединения, то вот эти вот неформальные правила работать не на вознаграждение, а на зарплату станут абсолютно законными. Для меня такое нововведение будет положительным. Я зарегистрирую бюро и буду работать. А вот будет ли оно положительным для всех моих коллег – я не уверен. Предлагается для частных исполнителей отменить сдачу автоматизированного экзамена каждые 5 лет. Считаю, что нынешняя норма сдавать экзамен каждые 5 лет содержит огромный коррупционный риск. На мой взгляд, показателем квалификации частного исполнителя является не переаттестация, а количество удовлетворенных жалоб. Если проходить переаттестацию так, как проходили квалификационные экзамены буквально еще год назад, то у меня есть большие сомнения, что ее можно будет пройти, просто выучив вопросы. Министерство юстиции хочет взять на себя полномочия касательно утверждения порядка повышения квалификации частных исполнителей. Я критически отношусь к предоставлению регулятору таких полномочий. Мне кажется, Министерство юстиции переоценивает свои возможности повысить квалификацию частным исполнителям. Предлагаю такой порядок утвердить для государственных исполнителей и посмотреть, произойдет ли прорыв. Данные полномочия, на мой взгляд, должны быть у Ассоциации частных исполнителей. Предлагается дать возможность Министерству юстиции Украины проводить внеплановые проверки частных исполнителей по заявлению любого, кто считает, что его права нарушены. У меня забрали лицензию при предыдущем руководстве Министерства юстиции. К нынешнему руководству, честно скажу, у меня нет претензий касательно необъективности, касательно давления и так далее. И в принципе, эта норма, она не должна принести вреда при добросовестном ее использовании. Нужно понимать, что к руководству Министерства юстиции могут прийти лица, которые захотят использовать дисциплинарные процедуры для незаконного давления на частных исполнителей. И возможность проводить проверки по жалобам выдуманных лиц может привести к тому, что частных исполнителей будут забрасывать жалобами, реагирование на которых будет занимать огромное количество времени. При необходимости очень быстро инициировать дисциплинарную процедуру, Министерство юстиции будет освобождено от неудобства искать желающих пожаловаться на частного исполнителя. Такую жалобу можно будет написать фактически самому и сразу же ее рассмотреть. Поэтому я призываю народных депутатов не поддерживать изменения в этой части. Действующее законодательство предусматривает возможность привлечь частного исполнителя к дисциплинарной ответственности в течение двух месяцев с момента выявления правонарушения. Регулятор же предлагает увеличить это время до одного года. Неоднозначная правка. Понимаю, что два месяца это совсем небольшой период времени. Дисциплинарная комиссия это коллегиальный орган и не всегда получается собраться. Но я думаю, что эту проблему нужно решать не путем продления каких-то сроков, а путем перехода на новые технологии, предоставления участникам дисциплинарной процедуры возможности принимать участие в заседании в режиме видеоконференции. Кстати, срок рассмотрения дела высшим советом правосудия 90 дней. Неужели привлекать к дисциплинарной ответственности судей проще, чем частных исполнителей? Предлагается сократить количество дисциплинарных взысканий в отношении частных исполнителей. Также предусмотреть, что в большинстве случаев возможно только прекращение или приостановление деятельности. Видно невооруженным глазом, что Министерство юстиции через дисциплинарную комиссию также хочет как можно больше влиять на частных исполнителей. Хочу опять вернуться к своей позиции о том, что в случае, если гипертрофированные возможности влиять на частных исполнителей будут использоваться во благо, то будет все в порядке. Но они же могут использоваться для незаконного давления. Поэтому, на мой взгляд, это предложение сомнительное и способное принести намного больше вреда, чем пользы. Отдельно я хочу уделить внимание предлагаемой правке, согласно которой частные исполнители должны лишиться возможности обжаловать решение дисциплинарной комиссии. По мнению Минюста, решения дисциплинарной комиссии по возможности должны быть окончательные. Регулятор не устраивает, что большинство решений дисциплинарной комиссии при обжаловании их в суде отменяются. И эту проблему можно решить, если забрать у частного исполнителя право их обжаловать. Касательно этой правки было очень много споров. Но Министерство юстиции Украины стоит на своем, что это очень необходимо. На мой взгляд, даже если эта норма будет поддержана народными депутатами, то она не жизнеспособная. Поскольку право на защиту своих нарушенных прав в суде гарантировано Конституцией. Если человек считает, что его права нарушены, как можно запретить ему обратиться в суд? Или я что-то не понимаю? Кстати, можно еще забрать у сторон исполнительного производства право обжаловать постановления государственных исполнителей. Они тоже часто проигрывают суды. Еще раз повторю, что это не жизнеспособная норма, которая противоречит Конституции. Предлагается дать частным исполнителям право взыскивать основное вознаграждение самостоятельно. На сегодняшний день частные исполнители предъявляют постановление о взыскании основного вознаграждения другим частным исполнителям. Это, конечно же, должно быть исправлено. Этот законопроект преподносится как таковой, который вводит автоматический арест счетов. Он содержит общие формулировки типа автоматизации взаимодействия с банками. Но прямо об автоматизированном аресте счетов нигде ничего не сказано. Также там сказано об автоматическом перечислении денег со счета исполнителя. А об автоматическом перечислении денег со счета должника не сказано ничего. Я пока не встречал исполнителей, у которых были бы проблемы с перечислением денег со своего счета. Автоматический арест счетов получается какой-то невыразительный или неочевидный. Возможно, это связано с большим общественным резонансом. Не знаю. Наконец-то решается проблема с множественностью записей в реестре должников. Сейчас при повторном предъявлении исполнительного документа появляется еще одна запись в реестре должников. В таких ситуациях предлагается автоматически удалять старую запись. Конечно же, это нужная правка. Хотят увеличить срок предъявления исполнительных документов в пользу государства с 3 месяцев до 1 года. Государственные органы часто вследствие своей неорганизованности пропускают трехмесячный срок для предъявления исполнительного документа к принудительному исполнению. Особенно актуально это сейчас, поскольку на дорогах заработали камеры, которые фиксируют нарушение правил дорожного движения. И на основании этой фиксации выносятся много очень постановлений о взыскании штрафов. Особых возражений у меня нет, хотя, наверное, проблему эту нужно решать не так. Необходимо наводить порядок в организации работы. Будут прекращены манипуляции с местом открытия исполнительного производства частными исполнителями. Не скрою, что сейчас распространены случаи открытия частными исполнителями из города Киева исполнительных производств в отношении должников из других регионов. Законопроект предусматривает, что исполнительное производство может быть открыто по местонахождению должника, его работы, а также по местонахождению его недвижимого имущества. Думаю, что это правильно, хотя, наверное, не все коллеги из Киева со мной согласны. Предпринимается попытка урегулировать вопрос взыскания исполнительного сбора или основного вознаграждения частного исполнителя при повторном предъявлении исполнительного документа. Законопроект предусматривает, что если постановление о взыскании основного вознаграждения, либо постановление о взыскании исполнительного сбора было исполнено во время повторного предъявления исполнительного документа, то те постановления, которые были вынесены во время первоначального предъявления, уже не подлежат исполнению. Эта норма решит не все проблемы, но какую-то часть точно, поэтому однозначно плюс. Предлагается запретить проведение исполнительных действий в выходные дни. Сейчас такого запрета нет, но, наверное, он все-таки нужен. Предлагается, на мой взгляд, приемлемое решение проблемы сводных исполнительных производств. Это такие исполнительные производства, когда в отношении одного должника много исполнительных документов. Сейчас мы имеем ситуацию, что одни взыскатели получают деньги с должников, а другие с этих же должников нет. Это связано с тем, что исполнительные документы находятся на исполнении у разных исполнителей. Нам предлагают, чтобы исполнители в таких ситуациях распределяли деньги не только по своим производствам, но и по производствам своих коллег. И в этом случае вознаграждение будет не 10%, а 5%. Скажу честно, это не самый плохой вариант решения проблемы, который обсуждался. Единственное, на мой взгляд, работать без нарушений будет возможно только если расчеты будут проводиться автоматически. Если это делать вручную, то мне страшно представить, к чему это может привести. Будет прекращена возможность тормозить исполнительные производства обращения в суд с заявлением о замене стороны правоприемником. Сейчас недобросовестные должники трактуют нынешнее законодательство таким образом, что для того, чтобы остановить исполнительное производство, им достаточно просто показать исполнителю заявление в суд со входящим штампом суда о том, что должник уже не должник. Поэтому предлагается ограничить возможности для злоупотребления. Поддерживаем. Изменится процедура ограничения должников в праве выезда за границу. При невыполнении решения о взыскании сумм до 20 минимальных заработных плат, государственные исполнители смогут ограничивать в праве выезда за пределы Украины должником просто путем вынесения постановлений. Частные исполнители также смогут выносить аналогичные постановления, но им их необходимо будет утверждать у начальников территориальных органов Минюста. Здесь мы видим еще одну попытку поставить частных исполнителей в зависимость от Минюста. Для ограничения в праве выезда должников с большими суммами, как и сейчас, необходимо будет обращаться в суд. В целом я поддерживаю ограничение должников в праве выезда за пределы Украины. Но я не понимаю, почему должники с большими суммами будут иметь привилегии. Почему государственные исполнители получат больше возможностей применять этот инструмент, чем частные исполнители? Это разве честная конкуренция? Такие изменения однозначно являются несправедливыми по отношению к мелким должникам, а также к частным исполнителям. Поэтому не хотелось бы их принятия. Частным исполнителям дадут право отменять свои же постановления. Это очень нужная опция, поэтому я обеими руками за. По основным предложениям я дал свои комментарии, теперь выражаю мнение в целом касательно законопроекта. Он содержит очень много хороших предложений, но там есть и такие, которые, на мой взгляд, абсолютно неприемлемые. Призываю народных депутатов не принимать законопроект в таком виде, а немного его доработать. Спасибо, что посмотрели это видео. Надеюсь, что записал его не зря.